Здравствуйте! Татьяна Викторовна Богатырева, здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы будем говорить о слабости, уязвимости сосудов, поскольку это мощный источник жизненных сил для всего организма, и если они, не дай Бог, выходят из строя, то это чревато сбоем для всего организма. Какие места, Татьяна Викторовна, у сосудов наиболее подвержены разрушению, слабости? Как выявить симптомы опасного положения? Сосуды представляют собой у каждого человека огромную сеть. Вот математики подсчитали, что если соединить все капилляры, все крупные сосуды, которые есть у человека, и выстроить их в одну цепочку, то длина их будет такова, что можно обогнуть весь земной шар. И это у каждого человека. Это свидетельствует о важности, о значимости сосудистой системы. Сосудистая система, сосуды сами по себе достаточно прочные, и в этом залог нашей жизни, потому что если бы они были слабые, хрупкие, то человек, в общем-то, не выжил бы в условиях, не только современной жизни, в условиях цивилизации. Но, я хочу сказать, сосуды действительно выдерживают, могут выдерживать огромную нагрузку. У меня был редкий случай, но у меня был на приеме пациент, состояние которого указывало на то, что сосуды могут выдерживать огромную нагрузку. Был мужчина возрастной, когда ему замерило давление, у него было давление больше 300, то есть заклинивал даже тонометр. Больше 300 на 150. Испугалась я. Не испугался не он, испугалась я. Значит, он сказал, что не пугайтесь, это было после Степана Керта, когда было землетрясение. Человек чудом уцелел, он уехал в командировку, вот в период землетрясения, когда он приехал, все его родственники погибли. И у него резко произошел подъем, скачок, давление. Но, и вот это давление для него характерное. Он живет, он ходит, он, правда, красного такого вида. Но, тем не менее, он выполняет все свои функции, то есть жизнь его продолжается. Но это еще раз свидетельство о том, что сосуды могут выдерживать огромнейшую нагрузку, не лопаться, и человек может жить. Но сосуды имеют, несмотря на то, что не выдерживают огромную нагрузку, имеют и слабые места, уязвимые места. И вот, зная вот эти слабые, уязвимые места, можно предупредить сосудистую катастрофу, что инфаркт, инсульт, тромбозы и так далее. Я хочу сказать, что проявлением слабых мест сосудов, вот визуально можно ли определить, допустим, внешне, что сосуды уже измененные, сосуды слабые, и на них необходимо обратить внимание. Вот такими проявлениями, визуальными проявлениями, пока без инструментальных исследований, это является первое появление на ногах, на руках звездочек, капилляров, расширенных капилляров, синячков маленьких. Обычно сосуды не видны, сосуды скрыты под кожей, под кожной жировой клетчаткой и так далее. Если появляются вот такие тоненькие капиллярчики, сеть, значит, это свидетельство о том, что более крупные сосуды не срабатывают, возникает давление в мелких, они начинают расширяться, они начинают появляться. К сожалению, когда появляются вот такие симптомы о слабости сосудов, периферических сосудов, обычно обращают внимание, и акцент внимания, и пациента, и врача идет на именно местные изменения. Ну, это, в общем-то, демонстративно, потому что, если на ногах и на руках появились вот эти сосудики, появились звездочки, сеть капилляров и так далее, то, конечно, да, оно показательно, оно видимо. Но, как правило, это процесс всего организма, то есть это проявление только наружное. Обычно пациенты, у которых есть сосудистые заболевания периферические, вот изменения, местные изменения сосудов, рук, ног и так далее, они не погибают от этих местных изменений. В основном они погибают от инфаркта, от инсульта, от тромбозов, то есть от поражения крупных сосудов. То есть это вот слабые места, которые уже, как, знаете, вешки показывают, что есть изменения уже в организме, и на это необходимо обращать внимание. Следующий момент – это появление пятнистости. Иногда пациент не знает, вот почему руки стали пятнистые, значит, ладони, там, кисти рук, ноги стали пятнистые, то есть синюшность, бледность, краснота и так далее. Это тоже показатель, что изменяются сосуды, но это показатель даже не изменения периферических сосудов, опять-таки обращать надо внимание, это изменение центральных сосудов. Дальше, появление сеточки на носу, на щеках, на лице тоже обращать внимание, потому что это проявление мелких сосудов, они как отражение состояния крупных сосудов. Значит, они более слабенькие, они сразу, раз изменено в крупных сосудах, значит, давление в мелких становится более сильным, значит, и появляются вот эти сеточки-звездочки. Дальше, появление парастезий, онемения. Часто люди говорят, что есть, не имеют руки, там, не имеют ноги, а вот очень такой хороший признак, когда можно проверить, вот, что неполноценное уже сосудистое русло. Тогда человек поднимает вверх руки и минутку там подержит руки. Через некоторое время видно визуально, что руки бледнеют, появляются парастезии, онемения, покалывания и так далее. Это уже тоже показатель слабости сосудов, но слабости периферической, но как отражение слабости центральных сосудов. Дальше, показателем слабости сосудов являются частые кровотечения, появление синяков, носовые кровотечения. Там поверхностные сосуды, они тоже показывают, что либо может высокое давление, либо они действительно уже сужены, сосуды центральные. И периферические сосуды, в периферических сосудах нагнетание крови становится более сильным, давление более сильное, они рвутся. Они рвутся, кровоизлияние возникает, кровотечение возникает, синяки необоснованные. Это тоже проявление слабости сосудов. Дальше, бывает у пациента появляется пульсация височной артерии. Пульсация может быть, может быть еще и болевой синдром. Вот, это показатель тоже, что височная артерия, она связана с другими сосудами мозга. Это показатель того, что в ней повышено давление крови. Значит, есть где-то сужение, и это тоже показатель нарушения кровоснабжения. В основном центрального кровоснабжения. Вот, и может быть показатель тоже изменения височной артерии, показатель воспаления, воскулиты. Тоже воскулиты крупных сосудов, в том числе височная артерия, височный артериит. Это тоже показатель, что есть изменения, необходимо на это обращать внимание. Тоже показателем слабости сосудов может быть вот интересный симптом. У больных часто встречается отложение холестерина видимое. Потому что мы знаем, что это холестерин откладывается в сосудах, атеросклероз возникает и так далее. А вот у пациентов бывает отложение в области глаз, в области век. Вот такие желтенькие узелочки, желтые узелочки. Зачастую и пациент не знает, но зачастую и доктор не знает. Спрашивают пациент, говорят, я спрашиваю доктора, что это такое. Никто не знает. А вот это отложение холестерина. То есть оно уже видимое. И оно указывает на том, что если уже здесь в подкожной клетчатке возле глаз чаще всего в области века отложился холестерин, то, скорее всего, он безусловно отложился и в сосудах. Значит, проявлением, опять-таки, изменения со стороны слабости сосудов является скачки давления, неустойчивое давление. Потому что неустойчивое давление – это значит нарушена иннервация сосудов, центральная. Кора обычно, кора, подкорка регулирует состояние тонуса сосудов, давление, чтобы оно не поднималось, не опускалось, держалось на определенном уровне. Если это сбой, это будет при нервотрепке, при атеросклерозе сосудов и так далее. Идет сбой, и одним из признаков слабости сосудов являются вот такие скачки давления. Утром повышенное, потом пониженное, или к вечеру, наоборот, так далее. Неустойчивое давление – это тоже очень плохой показатель, потому что всегда система, любая в организме, стремится к стабильности. И обязательно будет разрядка. Но разрядка чего мы боимся? Боимся гипертонического криза, боимся инфарктов, боимся инсультов. Нестабильное давление – тоже необходимо на него обращать внимание, как проявление слабости сосудов. Но я хочу сказать, что существуют уязвимые места сосудов, на которые тоже необходимо обращать внимание. И бережное отношение к этому позволит все-таки предотвратить возникновение сосудистых катастроф. Значит, одно из таких уязвимых мест – это подколенная артерия. Зачастую и сейчас, особенно молодые люди, много сидят в компьютерах. Да, и не только молодые люди, любого возраста сидят, сидячая работа, сидят за компьютером или какие-то другие функции выполняющие. Значит, закидывают ногу за ногу, так, или же сжимают колени, подгибают колени. Потому что вытянутые ноги обычно редко кто работает с вытянутыми ногами, обычно согнутые колени. Подколенная артерия – это артерия крупная, сильная, но если ее бесконечно сжимать, значит, возникает дефицит. Тем более, я говорю, с возрастом, не только в подколенной артерии, в мышцах есть изменения, в суставах и так далее. Это может приводить к возникновению нарушения кровообращения в сосудах конечностей. Подколенная артерия. Второй очень важный уязвимый момент – это воротниковая зона шея. Почему? Значит, сонная артерия, общая сонная артерия проходит по бокам шеи справа и слева. Здесь идет мышечный каркас сильный. И вот здесь надо быть очень осторожным, потому что при резком движении головы, при наклоне головы, при вынужденных каких-то положениях, при подъеме тяжести, может быть, мышечными массами пережата вот эта сонная артерия. И это является моментом, когда идет спазм сосудов, потому что от сонной артерии отходят и другие артерии к голове, может возникать и гипертонический кризис, может возникать и инсультные дела. Еще в воротниковой зоне, в шее, на задней поверхности проходит позвоночная артерия. Позвоночная артерия, поэтому к ней надо быть тоже очень осторожным. Резкие движения головы, наклоны, гибания шеи и так далее, интенсивное занятие физкультурой, тоже должно проводиться под контролем знающего специалиста, во-первых, потому что самовольно выполнять то, что рекомендуется в интернете, рекомендуется в каких-то изданиях, не всегда возможно, потому что можно пережать позвоночную артерию и получить и головокружение, и инсультные дела. Поэтому тут вот это места, те, которые наиболее уязвимы, которые необходимо знать для того, чтобы предупредить возможность возникновения сосудистых катастроф, чем мы боимся, инфаркты, инсульты. Какие угрозы помимо сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов несут в себе слабые уязвимые сосуды? Чем-то чревато для человеческого организма? Дело все в том, что вот в этих слабых уязвимых местах тоже может откладываться и холестерин. Потому что если сосуды пережаты, опять-таки при сгибании подколенной артерии и так далее, значит сосуды пережаты, здесь очень часто откладываются места, в пережатых местах легче истока крови могут откладываться бляшки холестериновые, могут откладываться соли, кальция и так далее, могут на этих местах фиксироваться тромбы. Поэтому вот в связи с этим эти места, значит уязвимые места, очень опасны, потому что они являются источником дальнейших развитий событий. Ну инфаркт, инсульт, тромбоз, могут возникать заболевания периферических сосудов, это облитерирующий атеросклероз, с последствием в виде гангрены, облитерирующий эндортерии тоже, с последствием гангрены, ампутации и так далее. То есть эти вот уязвимые места, необходимо на них обращать внимание. И вот всегда существует симптоматика клиническая, вот это расширение сосудов, опять-таки пятнистость, парастезия, онемение, то, на которое необходимо обращать внимание, потому что это все клиника, это клинические симптомы, которые складываются, как я говорю, бусинки в бусах, и складываются в заболевание, в постановку определенного диагноза. Ну а диагнозы сосудистые всегда они опасны, потому что они приводят, ну то, что мы говорим, может быть инвалидность, но всегда боимся каких-то смертельных исходов. Сложно ли, существуют ли превентивные методы определения борьбы со слабостью сосудов? Да, я бы хотела сказать так. Вот огромный, грандиозный эксперимент над сосудами ставит сама жизнь в условиях войны. Когда идет война, когда идет разруха, это нервный стресс, это переутомление, это срывы нервные. И сейчас идет учащение сосудистых заболеваний, учащение. Мы встречаем и гипертонические кризы, и изменения со стороны учащения, онемение конечностей, парастезий, снижение кровотока в периферических сосудах и в центральных. То есть война, разруха действительно приводит к учащению нервной стрессы, приводит к учащению сосудистых катастроф. Безусловно, существуют меры профилактики и меры лечения. Конечно, лучше не допускать. Я всегда говорю так, лечиться надо в плановом порядке, а не в пожарном. Потому что в пожарном можно и не помочь, можно и не успеть, и результат будет хуже гораздо, так скажем. А можем и вообще не достигнуть результата. Поэтому лучше лечиться в плановом порядке. Значит, существуют меры профилактики. Безусловно, если обнаружены вот эти симптомы, и они существуют, неустойчивое давление. Еще существуют, могут быть мгновенные боли, резкие боли в голове, резкие боли в глазах, в висках. Как пронзила молния вот такая боль. Не обращать внимания на это не надо. Если она появилась один раз, то уже точно через какое-то время появится, может быть, с худшим гораздо исходом. Поэтому вот на эти симптомы необходимо обращать внимание. Конечно, для этого существуют меры профилактики. Меры профилактики первичные, пока не допущены уже грубые изменения со стороны сосудов. И вторичные, когда уже человек перенес там какую-то сосудистую катастрофу, гипертонический криз, перенес инфаркт, инсульт, и не допустить повторного или ухудшения состояния, или повторного происхождения вот таких заболеваний. Значит, для этого существует, но я говорю, что в медицинском центре «Одесский доктор» мы проводим диагностику. Мы проводим диагностику. Для этого существует. Я говорю, первая диагностика проводится, может проводиться самим больным. Если он увидел у себя есть сеточки, есть кровоизлияние, частые головные боли появились, потому что я хочу сказать, что от головной боли до инсульта, можно так сказать, ну, более упрощенно, но все-таки оно существует. От головной боли до инсульта всего один шаг. Потому что если боли головные усилились, участились, это прямой ход, в общем-то, к разрядке, к инсульту. Потому что это значит, головная боль – это непорядок в сосудах. Непорядок в сосудах всегда приводит к тому, что если в какой-то момент еще головной боли сосуды справлялись, то в последующем возникает дезадаптация, возникает невозможность справиться сосудов с потоком крови и так далее. может возникать инсультные дела. Поэтому больной всегда должен сам себе режиссер. Он вначале, если появились вот такие симптомы, значит, так, нечего ждать. Можно дождаться нехороших дел. Значит, необходимо, появились симптомы, необходимо обращаться к специализированным учреждениям. Это поликлиники, медицинский центр, детский доктор, значит, в котором проводятся обязательно стандарты. Ну, и не только у нас, и во всех медицинских учреждениях существуют стандарты обследования пациента. Это обязательно лабораторная диагностика для выявления липидного обмена холестерина. Это исследование сахара крови, потому что тоже пациентки знают, что у него повышенный сахар. Это исследование анализа крови общего никто не отменял, потому что зачастую у пациента, у него головные боли, у него проблемы с сосудами. Но проблемы с сосудами возникли в связи с того, что очень низкий гемоглобин, а он об этом не знал, проверял там очень давно, так скажем, общий анализ крови. То есть эти вещи обязательно, как была грамма свертывающей системы, обязательно проводится лабораторная диагностика для того, чтобы выявить состояние гомеостаза, состояние крови, потому что состояние холестеринного обмена, микроэлементов и так далее. Обязательно исследование, диагностические исследования доплер сосудов головы и шеи. Доплер сосудов нижних конечностей, верхних конечностей, который позволяет тоже выявить слабость сосудов. Не обязательно там холестериновые бляшки, их может и не быть, но там видно, насколько сосуд спазмирован, насколько он в одних местах он спазмирован, в других он наоборот расширен, насколько он себя неадекватно ведет при выполнении определенных проб, там с нагрузкой и так далее, пробуясь с дыханием и все прочее. То есть насколько он уже подвержен изменениям, которые в последующем могут у него развиться. То есть по сосудам мы можем пациенту дать прогноз, что у него будет дальше по жизни, что его ждет. И в общем-то благодаря вот такой диагностике можем предупредить возможность возникновения инфаркта, инсульта и так далее. Кардиограмма обязательно проводится, УЗИ сердца по необходимости, если видим на кардиограмме изменения. Проводится эхоэнцефалография, внутри черепное давление замеряется, потому что бывает внутри черепное давление зачастую, просто его так не замеришь, а эхоэнцефалография замеряет. Оно показывает, что в организме не срабатывает не система притока, а система оттока. Это тоже важный момент в функционировании организма. Система оттока венозная, лимфатическая, она нарушена. И это будет видно по данным эхоэнцефалографии. То есть современные методы диагностики позволяют точно установить, где чего и происходит. Значит, это исследование УЗИ, УЗИ внутренних органов, потому что УЗИ щитовидки, которые тоже показывают, что есть ли какая-то патология со стороны печени, которая тоже будет влиять на состояние крови, и со стороны поджелудочной железы. Многие вещи. Есть современная диагностика, которая позволяет выявить состояние сосудов и определить можно. Для этого вся мировая, мировой опыт существует, который показывает, что если есть стадии заболевания, начальная, вторая стадия, третья, иногда четвертая стадия, которые можно сказать, чем все это закончится. Потому что это построены стадии на опыте мировом, на опыте исследования пациентов и изучения хода заболевания и, в общем-то, конечного исхода пациентов при различной стадии. То есть это все то, что может на сегодня спланировать ход лечения, который необходимо проводить, потому что, я говорю, нельзя отмахнуться, нельзя обмануть болезнь, нельзя решить, что вот это пройдет. Не пройдет оно. Если оно появилось, оно показатель, симптомы, показатели развития заболевания. Но если только начальная, значит только начальная, первая стадия легче лечить, вторую стадию легче лечить, а уже третью, там далее четвертую стадию, конечно, можно тоже не лечить, но исход может быть гораздо хуже, и прогноз, в общем-то, гораздо хуже. Поэтому необходимо проводить точную диагностику и проводить лечение в соответствии с тем, ставить тактику лечения в соответствии с тем, что мы получили при диагностическом исследовании. Диагностика проведена, симптомы показывают, что затягивать поход к специалисту, крачу, уже времени нет. Собственно, теперь о самом лечении. Вот на примере медицинского центра «Одесский доктор». Какие пошаги? В медицинском центре «Одесский доктор» у нас уже опыт большой, ну, опыт и по жизни, в общем-то, у нас все специалисты работающие имеют огромный опыт в лечении пациентов. Мы отдаем предпочтение методам физиотерапии. Методы физиотерапии приемлемы на различных стадиях лечения пациентам. Конечно, методы физиотерапии при первой стадии, они дают более выраженный эффект. Безусловно, потому что адаптационные возможности организма еще сохранены. Можно стимулировать систему притока, систему оттока и так далее. Значит, улучшить обмен веществ и все прочее. Но, значит, тем не менее, при высокой стадии заболевания, при третьей, при четвертой стадии заболевания, методы физиотерапии выходят на даже первый план в сравнении с методами медикаментов, медикаментозной терапии. У нас были случаи и не одни, когда пациенты с заболеванием периферических сосудов, идет третья стадия, четвертая стадия облитерации сосудов, возникают язвы. Когда медикаментозная терапия испробована, безусловно, никто не отменяет. И мы с уважением относимся к врачам общей практики, к хирургам, которые назначают лечение. Но получаем удивительные результаты при применении методов физиотерапии. Больной перепробовал тяжелейшие лекарственные препараты, на какой-то момент ему лучше. Методы физиотерапии улучшают, позволяют развить сеть микрокапилляров. При тех же, когда есть язвы на ногах, уже есть облитерировичный эндортерит, облитерировичный атероскрироз, варикоз. Они позволяют улучшить систему оттока венозную, способствуют нарастанию венозных клапанов. Методы физиотерапии чрезвычайно подходят в реабилитации больных, тех, которые перенесли инсульт, инфаркт. Инсультные больные со слабым движением, с нарушением речи. Разные есть такие, которые... Вот испробован арсенал медикаментозной терапии, он действительно входит в стандарты, но выраженность сильно помогает, значимо помогают методы физиотерапии. У нас большой арсенал методов физиотерапии. Они, в отличие от медикаментов, не дают побочного эффекта. То есть не влияют ни на печень, ни на почки, ни на другие органы и системы. Они при правильном подборе, они безопасны, хорошо переносятся пациентам. Ну и, конечно, надо знать физиотерапию для того, чтобы назначать. Мы в медицинском центре, отецкий доктор, знаем это. У нас есть мощные методы физиотерапии. Это активатор мозга, который позволяет улучшить мозговой кровоток, улучшить память, провести реабилитацию пациентов с перенесшим инсультом. И пациентов, у которых еще нет инсульта, дисциркуляторные энцефалопатии, улучшить зрение, улучшить слух и так далее. То есть метод-активатор мозга. У нас есть методы ангиостимуляции, те, которые позволяют хорошо работать с пациентами сосудистой патологии, улучшить систему оттока и притока. Ангиостимуляция перемена холода и тепла в соответствии с ритмами, на которых работают нормальные сосуды. То есть заставить сосуды работать в своем нормальном ритме. У нас есть методы пульсирующего вакуума, потому что я всегда говорю, что воротниковая зона – это опасная зона. Здесь надо аккуратненько работать, потому что можно опережать сосуды, идущие позвоночные, сонные артерии и так далее. Метод пульсирующего вакуума оказывает щадящее воздействие, улучшая кровоток, улучшая состояние позвоночника, способствует рассасыванию грыж, рассасыванию костных наростов и так далее. Но не нарушая при этом состояние сосудов, а наоборот улучшая, освобождая сосуды от раздавления позвонками и так далее, костными наростами на позвонков. У нас есть методы лазерной короны. Лазерная корона позволяет уменьшить содержание липидов в крови или даже его восстановить. Она входит в стандарты лечения больных сосудистой патологии сосудов, мозговых сосудов. У нас есть серебряная купель, потому что когда у пациента много изменений, это лимфостаз, есть изменения со стороны сосудов, есть изменения со стороны позвоночника, есть депрессивные состояния. Серебряная купель убирает эти и депрессивные состояния, улучшая кровоток, рассасывая отложение, так скажем, можно сказать, отложение жира, потому что тоже изменяется, возникают целлюлиты и все прочее при лимфостазе. Значит, серебряная купель оказывает свое благоприятное действие. То есть у нас есть масса физиотерапевтических процедур, но опять-таки все идет очень индивидуально, потому что каждому больному нужно подобрать то, что нужно индивидуально к нему для того, чтобы получить результат. А это основывается опять-таки на методах диагностики, в соответствии с которым мы уже подбираем то, что нужно пациенту. И стараемся, конечно, увести пациента от приема медикаментозных препаратов, потому что до этого, как обычно, пациент приходит уже к нам с тем, что уже принял большое количество лекарственных препаратов, и уже и желудок отреагировал, и кишечник, и печень, и так далее. И он уже понимает, что это уже, как говорится, занавто, и поэтому необходимо от этого уходить. И тут я говорю, что методы физиотерапии выгодно отличаются от медикаментозной терапии. Они сродни организму, потому что организм тоже находится в условиях внешней среды, и на него действует и магнитное поле, и электро, и так далее, свет и все прочее. Это все входит в состав методов физиотерапии, которые относятся к методам щадящего воздействия. Это целая наука. Методы щадящего воздействия на организм, но мощного влияния для того, чтобы предупредить сосудистую катастрофу, или пролечить уже последствия сосудистой катастрофы для того, чтобы возвратить больному подвижность, чтобы убрать инвалидность, чтобы обеспечить возможность его осуществления бытовых навыков и так далее. То есть методы физиотерапии являются, я бы не сказала, альтернативой. Они отдельно стоят. Это мощное направление, мощные методики лечения, но они позволяют уйти от фармпрепаратов. Чтобы врачи и доктора смогли повлиять на Ваше состояние, не затягивайте ни в коем случае поход к ним, в случае каких-либо неприятных симптомов, я благодарю специалиста, профессора доктора медицинских наук Татьяну Викторовну Богатыреву, руководителя, главного врача Медицинского центра «Одесский доктор». Ну а с вами, дорогие телезрители, прощаюсь до следующего выпуска. Берегите себя, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok